Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассматриваем пятую главу. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвержив уста свои, учил их, говоря». Так начинается Нагорная проповедь. Господь Иисус Христос после крещения, Богоявления, искушения в пустыне выходит на проповедь Евангелия со словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», всходит на гору, собирает учеников, множество народа, устремляется на его призыв, и он начинает словами «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Но прежде чем приступить к рассмотрению всех девяти заповедей блаженства, стоит обратить внимание на то, что Евангелист Матфей говорит, что Иисус зашел на гору, отверзший уста свои, начал учить и говорить. Блаженный Феофилакт Болгарский спрашивает, «Разве можно учить с закрытым ртом?» Зачем здесь такое уточнение? Зачем, как бы сегодня сказали люди, здесь такая тавтология? Но на самом деле для людей, только желающих своим умом постичь книги Священного Писания, кажется, эти слова бессмысленны. Дело в том, что блаженный Феофилакт сам задает этот вопрос и сам на него отвечает. Здесь сказано о том, что Христос зашел на гору и открыл свои уста и начал говорить, для того, чтобы ты, обращается он к нам, помнил, что Христос учил не только словом, но и делом, своим поведением, как зашел, как сел, как открыл, как начал говорить, всем манерам, не только внутреннему содержанию, о чем будет сказано в заповедях блаженства человека, но и внешнему. Итак, «Он, отвержий уста свои, учил их, говоря, блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное». Очень многих людей, которые поверхностно читают или без покаяния эти строки, они приводят смущение, говорят, «Вот здесь опять про нищих, опять про бомжей». Нет, на самом деле это не так. Если дословно перевести этот текст, то будет следующее его выражение. «Счастливы люди, которые всегда нуждаются в духовном, ибо их есть Царствие Небесное». Почему так? Кто такой нищий? Нищий — это человек, который нуждается и все время просит. Поэтому здесь эти слова можно снова-снова сказать, перевести так. «Счастлив тот человек, кто имеет нужду в духовной пище, потому что его будет Царствие Небесное». Например, о истинном смирении. Три признака истинного смирения. Можно этот текст также перевести. «Блаженный смиренный, бедный и нуждающийся духом, или нуждающийся в духовном». Это слово встречается и в псалмопевце Давида, в 9-м псалме, стих 38-й, где он пишет, «Господи, ты слышишь желание смиренных» — одно и то же слово, то есть нищих, смиренных, желающих, просящих. «Укрепи сердце их, открой ухо твое». Поэтому может быть смирение истинным, а может быть смирение и ложным. И в этом смысле может быть поиск духовный правильный, а может быть и нет. И здесь в этом смысле пишет преподобный Иоанн Лесичник следующее. Цитата. «О трех признаках смирения. Когда душа с радостью принимает всякое унижение, как врачество. Это первый признак. Исцеляющие они духи греховные. Второй признак. Когда ни на что и ни на кого не гневается. Третий признак. Когда вовсе не верит своим добродетелям и постоянно желает научиться». Вот эти вот удивительные его слова. «Постоянно желает научиться». Далее мы видим, что вторая заповедь звучит. «Блаженно плачущие, ибо они утешатся». Действительно, тот, кто все время нуждается в духовном, тот видит сам себя. Он видит все внутренность свою. И поэтому из этого состояния возникает и плач. Следующая заповедь звучит. «Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю». Действительно, тот, кто плачет о своих грехах, к нему придет и кротость. Здесь сказано «наследуют землю». Некоторые отцы говорят о том, что наследует жизнь вечную, то есть землю обетованную. Но другие отцы церкви говорят, нет, не только, но он наследует кротость и эту землю. Вспомним, например, как Авраам, когда он поругался своим племянником Лотом. Они делили землю. Но, в конце концов, тот, кто искал только лишь земли, этой и здесь, в этом мире, оказался в Содоме и Гаморе. Но тот, кто и заботился о своем народе, помним, когда Авраам снизошел в Египет, потому что он не мог рисковать жизнью людей, которые шли за ним. Как патриарх он заботился о всем народе. Поэтому он заботился и о царстве земном, но не забывал и заботиться о ближних своих. В этом и есть. Он заботился о царстве небесном, но не забывал заботиться о ближних своих, потому что в этом и есть проявление любви, возлюбие Господа Бога твоего всем сердцем твоего, всем помышлениям твоим, ближнего твоего, как самого себя. В этом и есть заповедь, которую мы прочитаем в дальнейшем, о которой сказано, ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Но Господь не оставляет без надежды кротких и тех, которых могут наследовать землю, то есть быть долгоденственны на земле. Например, заповедь о почитании родителей, пятая, она звучит так. «Почитай отца и мать твою, будешь долгоденственны на земле». Поэтому кротость приводит человеку к тому, что его года здесь на земле могут продлиться. «Блаженные алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Действительно, Августин Блаженный пишет так. «Нищие» — это, да, пишет так. «В кротких сердцах почивает Господь, а мятежная душа — седалище дьявола». Это говорится о кротких, и здесь алчащие и жаждущие правды. Сегодня очень многие люди ищут, где же правда. Одни обещают одно, другие партии обещают третье. Следующие говорят, нет, вот мы сделаем лучше. Выбери нас, и мы придем, и все будет так, как вы хотите. Будем всячески...» Всячески даются различные обещания. Но люди ищут правду, видят, что прошла избирательная кампания, и, в общем-то, все, что обещалось, оно не исполняется. Действительно, сказано в Священном Писании «проклят всяко надеющийся на человека». Всякий человек, который обещает Царствие Божие на земле — это ложь. Но можно, конечно, говорить о том, что одни люди обещают и что-то делают, другие совсем только и делают ради того, чтобы только обещать, чтобы сделать свои какие-то дела. Поэтому правду можно найти только во Христе. Христос сам о себе говорит «я есть им путь, истина и жизнь». Правда его, правда вовеки. И вот следующая заповедь звучит «блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Вот здесь блаженный Августин говорит «нищий — это дверь твоя, а ты сам нищий перед Божьими вратами. Как ты поступаешь со своим просителем, так и Бог поступит с тобой». Конец цитаты. «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Блаженный Августин так и пишет. «Как ты поступишь с милостивым, с нищим, так и Бог поступит с тобой». Мы же говорим эту молитву «Господи, помилуй». Мы хотим, чтобы нас миловали, но сами миловать не всегда хотим. И вот признак того, как Бог поступит с нами, выражается в словах блаженного Августина. «Как ты поступаешь, так и с тобой поступит». Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете другими. «Блаженны, чисты и сердцем, ибо они Бога узрят». Сегодня люди говорят «покажи нам Бога, и я уверую». Есть такие слова отцов церкви, которые говорят так, что, например, тот же Иоанн Лесвинчик говорит «покажи нам Бога, и я уверую». А говорит «увижу, тогда поверю». А ему отвечает «не поверишь, не увидишь». Действительно, для того, чтобы увидеть Бога, здесь нужен не какой-то технический научный микроскоп, здесь нужна чистота человеческого сердца. Как она обретается, чистота сердца, чтобы Бога увидеть об этом, и это и выражает заповедь Божия, к чему нужно направить совершенство своего мира. Эта глава так и завершится словами «будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Христос хочет сделать нас без всякого недостатка, чтобы мы видели Бога чистотой своего сердца. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Действительно, те люди, которые примиряют других людей с другими людьми, эти люди поистине, по благодати станут сынами Божьими. Ибо сам Христос пришел и стал Бога-человеком для того, чтобы нас примирить с Богом. Поэтому всякий человек, который устраняет вражду, который, можно так сказать, вмешивается с добрыми намерениями в какой-либо конфликт, и из-за этого конфликта происходит мир, этот человек действительно подражает Христу. Из-за устранения конфликта он спасает многие жизни людей, если это, например, конфликт политический или еще какой. Но прежде всего отцы церкви советуют нам начать творить этот мир внутри себя. Пока человек не наведет порядка в своем внутреннем духовном мире, в своих мыслях, в своих чувствах, в своей воле, никогда он не сможет никак это распространить внешне. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». Действительно, те люди, которые будут изгнаны за правду, за правду Божию, не просто за свою правду, которую они сами придумали себе, а за правду Божию, те люди наследуют Царство Христово. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, Игнатия, всячески неправедно злословить за меня». То есть мы видим, что, и далее сказано, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Мы видим, что Христос ничего не обещает доброго своим последователям на земле. В Деяниях апостолов, например, в 14 главе 22 стих так и сказано, «Многими скорбями не надлежит нам войти в Царствие Божие». И апостол Павел пишет своему преемнику Тимофею, 2 Тимофею 3, 12, «Воистину все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы». Смотрите, не просто живущие, а даже желающие, даже желающие не сообразоваться с веком этим, но преобразоваться обновлением ума своего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенно, будут гонимы. За что, казалось бы, нужно помнить, что есть мир видимый и мир невидимый? И враг рода человеческого, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он всячески старается отвести человека от пути ко спасению. Бог позволяет скорбям быть в жизни человека для того, чтобы очистить его от страстей, к которым он прилепился всей своей душой и не может видеть Бога. Где засоряется его сердце, которое необходимо очистить, чтобы увидеть его. «Радуйтесь и веселитесь, — говорит, — ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее, цитата. «Христос обещает награду не за опасности только, но и за поношение, за клеветы, за злословие, ибо злословие иногда уязвляет боли, чем оскорбление делом и опасность. Ио все беды переносил благодушно. А когда стали друзья злословить его, говорить, что он наказывается за грехи свои, то и этот мужественный и великий терпеливец поколебался и возобил, «Помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои». Заметь, — продолжает свидетель Иоанн Златоуст, — «После скольких заповедей предложил он последнюю. Он хотел показать, что тот, кто заранее не подготовлен всеми теми заповедями, не может вступить в подвиг мученичества». Это конец цитаты. Вот так. Ну вот еще почему объясняет? Потому что от первой заповеди пролагает путь к последующей. «Христос сплел нам золотую цепь, ибо человек смиренный будет оплакивать свои грехи. Оплакивающие свои грехи соделаются кротким, тихим и милостивым. Милостивый, конечно, сделается и чистым по сердцу, а чистый сердцем соделается и миротворцем, а кто всего этого достигнет, тот будет готов к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий». Так заключается Иоанн Златоуст. Вот что пишет святой Афанасий Великий. Цитата. «Почувствуй мучение совести, будешь мученик по произволению. Умри для греха, отсеки греховные пожелания. Мученики боролись с мучителями, царями, князьями. Есть и у тебя мучитель, дьявол. Это царь греха. Есть и князья-гонители. Это бесы. Блудная похоть. Вот мерзостная Афродита. Гнев и ярость. Вот идол арей. Если сохранишь себя от этих страстей, от греховных пожеланий, то это и будет означать, что ты попрал кумиры и стал мучеником». Конец цитаты. Так пишет святой Афанасий Великий. Действительно, тогда в древние времена, сейчас люди говорят, ну где тут подвиг мученичества? Тогда в древние времена заставляли поклоняться этим идолам. И люди претерпевали мученическую кончину, потому что не поклонялись им. А мы сегодня, как говорит, пишет Афанасий Великий, поклоняемся этим страстям внутри себя. Поэтому, говорит, сокруши эти идолы внутри себя, которым служишь ты. Этой Афродите блудный. Этому дьяволу, Богу ярости, арею. И мы читаем далее. После заповеди блаженства Христос призывает учеников своих и говорит, «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросьте ее вон? Но попрание людям, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть человек, стремящийся осуществить эти заповеди в своей жизни, становится светом миру, становится солью земли. Что такое соль? В древние времена это было очень понятно. Она способна пищу оберегать от гниения. Без соли пища гниет. Без христиан, без молитвы, как сказано, молитвами праведников держится мир. Без слова доброго, исходящего из евангельского благовестия, начинается гниение в мире. Вы свет миру. И зажегший свечу, говорит, не ставит ее под сосудом. Зачем, говорит, вы стали христианами, другими словами? Зачем вы приняли крещение? Зачем вы носите это имя, христианин, если свою жизнь закапываете в страстях, как под кроватью в темном месте? Не для того Христос призвал нас в этот чудный свет, чтобы мы коптили этой керосинной лампой где-нибудь в чулане. Так и говорит. Вы свет мира. Зажегший ее не ставит под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Насколько светит наша жизнь в доме, а дом наш — это церковь Божия. Насколько мы живем так, как говорит об этом и советует нам Христос. Интересно, что в 1910 году была тогда екуменическая такая конференция. Один протестант подошел к муфтию, прочитал ему заповеди блаженства и спросил. Ну как, нравится? Он говорит, да, высокий стиль. Но почему же тогда вы не с нами? Потому что, — ответил этот муфтий, — вы не живете так, как написано. Может, даже и не стремитесь к этому. «И зажегшись свечу, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Не творите дела напоказ. Об этом потом будет сказано. Не творите милости перед людьми, чтобы они видели вас. Не об этом здесь идет речь. Речь о другом. Чтобы, видя наши дела, люди прославляли Отца Небесного, не нас. Поэтому Христос в дальнейшем, в 7 главе, так и будет об этом говорить, и будет об этом сказано, и записано Евангелистом Матфеем. «Не творите милостей, не молитесь напоказ, не делайте ничего ради тщеславия». И эта заповедь здесь звучит так, чтобы, делая добрые дела, мы думали о том, как нам лучше прославить Бога. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполните. Ибо истинно, говорю вам, не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Христос говорит, я пришел исполнить закон. Даже йота, это маленькая буква, она как запятая в еврите. И как запятая, есть такая огласовка и в еврите, есть такая огласовка и в греческом языке. Маленькая буква, совсем незаметная. Есть такая огласовка и в русском языке, например, буква «и» и «и» и кратно, или «е» и «ё». Тоже в зависимости от этой буквы, если убрать эти две точки, может поменяться целый смысл. Слово даже. Есть эти примеры филологические. Поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы исполнить. Народ израильский не мог исполнить всего закона. Потому что они увлеклись этим исполнением внешним. Они перестали исполнять его из-за любви к Богу. Христос дает им эти заповеди, о которых он сейчас скажет, что они малейшие. Потому что столько было много заповедей. Это 600-613, по-моему, митцвод. Которые должны были исполнить иудеи для внешнего ритуального очищения. Но внутри они были как порождение ехидна, как их призывает к покаянию Иоанн Креститель. Внутри они это делали все из тщеславия и из гордости. Не любя Бога, чтобы лишь показаться перед людьми. Так Христос дальше скажет. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сейх малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников-фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Смотрите, как удивительно. Хорошо, если перед глазами у вас есть текст в Священном Писании. Помню, раньше на прежних занятиях я к этому призывал, призываю и сегодня. Все-таки, когда мы с вами исследуем Священное Писание, хорошо, когда мы видим тексты. Смотрите, 18 текст и 20 стих. 18 говорит. «Ибо истинно говорю вам, доколь не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, то есть не уничтожится, не уберется из закона, пока не исполнится все». Что значит «не придет небо и земля»? То есть, когда Христос не примирит небо и землю, потому что между землей и небом война. И вот Христос пришел уже, чтобы и примирил 2000 лет назад небо и землю. Создал здесь на земле островок Царствия Божия, это церковь свою, которая сказала врата ад не одолеют ее. И вот он говорит, ничего не уничтожится, я это все должен буду исполнить. Где? На кресте. На кресте. Есть другое истолкование, что перед вторым пришествием, во втором пришествии Христос исполняет, когда он приводит всех на суд. И смотрите, 20 стих, я не случайно говорю, 18 и 20. Потому что 19 здесь вставлен как драгоценный камень. Смотрите, ибо говорю вам, если праведность ваша не предоставит праведности книжников и фарисеев, он снова их упрекает, а заповеди свои называют малейшими. Почему так? Потому что его слышат и фарисеи, потому что он думает 9 заповедей, которые он сейчас произнес. Ну что это такое? Это мелочи по сравнению с теми огромными предписаниями или даже по сравнению с пятикнижием. Закон Тора, это пятикнижие, это закон, который должен был исполнять всякий иудей. Который надеялся, что вот Бог его, что он будет благоденствовать и на земле, и Царствие Божие, они будут народом великим, замкнувшись в своей такой самодостаточности. Поэтому здесь Господь и говорит, и так, кто нарушит одну из заповедей из их малейших, то есть как они думают, что он ничего не значит. Потому что иудеи считали, что если маленькую заповедь нарушить, это не важно. А вот главное, большие заповеди не нарушать. Сегодня мы тоже так думаем. Ну, я же ничего такого не делаю. Ну, подумаешь там, подумал. А Христос именно на это обращает внимание. Вот это на малейшее. Потому что малое тесто, говорит, квасит, малая закваска квасит все тесто. Ложка дегтя портит весь мед, он не будет уже невозможен к употреблению. Малое. Поэтому, говорит, если вы думаете, что кто нарушит одну из малых сих, как вы думаете, незначительных заповедей, тот малейшим наречется в Царстве, а кто сотворит и научит, тот великим наречется. Он обращает внимание именно на внутреннее делание девяти заповедей блаженства. Новую заповедь, говорит, даю вам. Да любите друг друга. Интересно, здесь этот текст некоторых людей приходит в сомнение. Они говорят, что неужели люди, даже которые нарушат вот эти вот малые заповеди, они войдут в Царствие Божие? Нет, это не так. Давайте посмотрим, коль у нас экзегет все-таки точка ру, посмотрим, как звучит это с точки зрения экзегеза и на греческом языке. Вот как будет дословный перевод этого текста. Цитата. Дословного перевода. С Александрийского кодекса. «Который, если ослабит, то есть почитает неважной одну из заповедей этих, малейшим и научит так человеков, малейший будет назван перед Царствием Небес. А кто исполнит, тот будет великим, наречен перед Царствием Небес». Стоит именно слово «перед» — «ин тео». И Базиля стоит слово с окончанием, показывающий, что это предлог, который нужно использовать как перед Царствием. То есть здесь речь идет о страшном суде. Когда придет Христос в этот мир судить живых и мертвых, которые воскреснут, его же Царствие не будет конца, то те люди, которые эти заповеди блаженства почитают малейшими, ничего не значащими, они будут наречены малыми, то есть поставлены по левую сторону. Раз они решили так, что эти заповеди им не нужны и ничего не дают, значит, они не будут незначительны, значит, и они будут незначительными для Царствия Божия, то есть не войдут в него. А те, которые сотворят, те войдут в него. Помним эту притчу о человеке, когда Господь позвал всех на брачный пир, и там один человек зашел в небрачную одежду. Он не зашел голый, он был одет, но в другие одежды, которым он надеялся оправдаться, фарисейские исполнения заповеди, закона лишь внешне. И что Христос сказал о нем? Это история из страшного суда. Как ты зашел сюда в неподобающей одежде на свадьбу? Что с ним сделать? Взять и выбросить вон. Там будет плач и скреть же зубов. Поэтому Христос-то, евангелист Матфей вставляет здесь 18, 19, 20 стих, 19 в середину. Сначала говорит, ни одна йота и ни одна черта, то есть я исполню весь закон. Потом в 20-м говорит, если праздность ваша не произойдет, праздность не книжников фарисеев, говорит, и не считайте эти заповеди малейшими, они главные. Очищение внутреннего вашего состояния, вашего ума, чувства и мысли. И не войдет такой человек в Царствие Божие, кто считает внутреннее состояние свое не так уж важным и малым, как малую какую-то заповедь. Подумаешь, главное, внешне же я симпатичный, а что-то внутри это никого не волнует, Бога это волнует. И для него это главное, что внутри человека, чем думает человек, к его намерению. Поэтому это очень интересный стих, и я советую вам еще его поисследовать, если есть такая возможность. В дальнейшем. Вы слышали, что сказано древним, не убивая, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата, своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, принадлежит гиене огненной. То есть Господь здесь говорит, что вы слышали, что сказано, не убивай, приводит заповедь, не убей. Но всякий, гневающийся на брата, заметьте, напрасно. Нельзя сказать, ну, кто не гневается. Если, например, отец гневается на своего сына или мама, когда он не учит уроки, это гнев праведный, где без раздражения, ну, гнев она проявляет строгость, вернее, даже больше, скажем, такую строгость, то это нормально. Потому что она знает, чем закончится его лоботрясничество. Ну, чем? Двойками. Двойки потом, ну, пойдет там где-то, не то, где его бы хотела видеть его мать и отец, а хотели бы видеть где. Да, на высоких постах, на высоких должностях, так и Бог хочет нас видеть в Царстве Небесном. Он не хочет нас видеть отверженным от Него. Поэтому говорит нам, не надо проявлять свой гнев и раздражительность просто так, ни за что, лишь бы только удовлетворить свое тщеславие и внутренние амбиции. Поэтому усиливает эту заповедь, говорит, кто гневается так, лишь бы требовать любви от других, а не любить самому, ни за что, напрасно, тут подобен человек-убийцей. И подлежит гиене огненной. Если будет гневаться, еще и говорить на своего брата, что он ненормальный, рака пустой. Рака так и переводит слово пустой. Как часто мы произносим эти слова в нашей жизни, даже и не задумываемся. Поэтому он называет свои заповеди малейшими. Видите, он как бы так, как бы ставит на место, что ли, все это иудейское сознание, фарисейское, которое есть и у нас. Мы часто все валим на фарисеев и книжников. Давайте посмотрим на себя. В общем-то, это все у нас, полным таким вот, полным букетом, так сказать, цветет, но плохо пахнет в нашей жизни. Потому что грех, он всегда воняет. Чем человек грешит, тем он воняет. Итак, если ты произнесешь, принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Надо внимательно прочитать этот стих. Не сказано, что если тебя кто-то, что если ты кого-то обидел, а если ты думаешь, что вот произошел какой-то конфликт и человек все-таки на тебя что-то имеет, нужно пойти и примириться с ним, прежде чем прийти в храм Божий и помолиться. Некоторые скажут так, я ходил и мирился с братом, но брат не хочет со мной мириться. Нужно такого человека утешить словами Пимена великого, святого. Он пишет так, если произойдет именно так, то помолись спокойно Богу об этом брате, чтобы он сам вразумил его, а ты не забудься. Конец цитаты. То есть наше дело найти примирение. Опять же, не надо этого делать формально. Приложить все усилия к этому примирению. Но если брат не захотел, то помолись о нем и не забудься. Далее. Мирись с соперником твоим. Скорее, пока ты еще с ним на пути, чтобы соперник не отдал тебя судья, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондранта. Мирись с соперником твоим. Кто такой соперник? Ава Дорофей, например, пишет, что соперник это наша совесть, с которой мы постоянно соперничаем. Мы стараемся ее заглушить. Или стараемся даже с ней иногда договориться. Тоже такое бывает. Голос совести это естественный закон, который вложен в человека при сотворении. Естественный закон, который подсказывает человеку, внутренний закон, который присущ человеку, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. Совесть, говорят, мучает. Я помню, когда ввел воскресную детскую школу, ко мне однажды подошел мальчик первого класса воскресной школы и сказал, Андрей Иванович, знаете, вот часто говорят, что совесть нас мучает, а я думаю, что настолько люди могут погрязнуть в грехах, что они уже и совесть свою замучили. Действительно, замучили. И постоянно находятся какие-то компромиссы, постоянно пытаются ее как-то обмануть, обойти закон, а не исполнить. Это можно в этом светском мире, в лукавом, где люди обходят законы, чтобы достичь каких-то своих благ, которые не принесут им блага. Закон же Божий человека себя обходит, он вредит сам себе, потому что это есть состояние исполнения заповеди, которое приводит человека к единению с Богом. Читаем далее. «Истинно говорю тебе, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Опять Христос обращает внимание на внутреннее состояние. То, о котором, снова повторю, мы не заботимся. Не заботимся! Уже всех обглядели, всех обсмотрели. Я не знаю, со всеми только, но у кого только ни одной юбки не пропустят. И женщины, не только это относится к мужчинам, кто и смотрит на мужчину с вожделением, кто тоже уже прелюбодействовал с ним сердце своем. Христос обращает внимание не то, что мы сделали внешне. Конечно, внешне это уже поступок, это преступление. Но чтобы этого преступления не произошло, он говорит, не делайте это внутри. Это уже происходит внутри, это прорвется и будет вовне, как нарыв. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви ее, брось от себя, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Конечно, это не означает, что мы должны себя уродовать. Или как была такая секта скопцов, они себя скопляли. Нет, конечно. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что внешне, если человек даже и внешне поврежден, то для Царствия Божия он будет сохранен. То есть внешне, оно имеет меньшее значение, если так можно выразиться, нежели внутреннее состояние, которое приводит либо к хорошему, либо к худому внешнему деланию. И Христос обращает именно внимание на это. Сказано также, если кто разведется женой своей, пусть даст и разводную. А я говорю вам, что разводясь женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. В иудаизме, в Ветхом Завете, жену отпустить свою было в два счета. Поэтому Христос здесь делает такое предупреждение, зная их нравы. Мог любой выйти, иудей, и сказать, не жена она мне более, не жена. Трижды. И все. И дайте разводное письмо. Потом уже это Моисей заповедовал давать разводные письма. Поначалу было вообще. Просто отпускали и все. Брали другую. Таким образом, жена могла уйти беременная. И они обрекали и дитя, которое рождалось от нее. Обрекали его, в общем-то, на безотцовщину и жизнь вне дома. Кто возьмет прелюбодейку? Поэтому здесь, чтобы как-то проявить жалость к иудеям, он говорит, что и кто женится на ней, тот прелюбодействует. На та, которая же была замужем. Чтобы этот, который отпускал ее с такой легкостью, понимал, что ее никто больше и в жены не возьмет. В церкви есть два, даже три правила по социальной концепции. Есть третье правило, когда можно разводиться. Вот, например, то, что он пришел домой, от него духами пахнет, это не повод к разводу. Мы в метро, где только не едем, в лифтах наших тесных, особенно в Москве, чем только от тебя не запахнет, пока с одним-вторым прикоснешься. Надо, чтобы было два-три свидетеля. Это не повод для развода или прелюбодеяния. Но есть три. Три таких правила, по которым можно человеку будет жениться второй раз. Например, первое — это смерть одного из супругов. Помним, что Авраам женился второй раз, когда остался вдовцом. Это не возбраняется. Но если может человек остаться, один в служении Бога остается. На священников это не распространяется. Священник не может жениться второй раз. Это распространяется на мирян. Первый — смерть. Второе — прелюбодеяние, о чем здесь говорит Христос. Причина для развода. И третье — это крайнее сумасшествие. Это уже такое церковное правило одного из супругов, который угрожает жизни. И этому человеку, который живет с ним из семьи. Там с топором бегает. Или говорит, всех отравлю, убью, детей бьет. Такие уже вещи, они разбираются на церковном суде. У нас есть церковный суд. Далее. Если слышали вы, еще слышали вы, что сказано древним. Не преступляй к клятвы, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землей, а потому что оно под ножей ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей, не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А сверх этого, то от лукавого. Действительно, народ тогда, иудейские, ветхозаветные фарисеи, они погрязли просто в этих клятвопреступлениях. Почему? Потому что уже не осталось веры. Настолько заврались, можно так сказать, прямым текстом, что без клятвы никто никому не верил и не доверял. И Христос обличает их, говорит, не клянитесь. Но с другой стороны, если применять это к нашему современному сегодняшнему миру, в общем-то, люди дают в армии присягу на верность Родине. Это совсем другая форма. Здесь Христос говорит о клятве как состоянии такого пустословия, когда человек, когда нужно и не нужно, клянусь, клянусь, лишь бы только поверили, чтобы провернуть свои лукавые дела. Поэтому говорит, да будет слово ваше, да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Вот как по этому поводу пишет ситильян Златовуст. Не клянитесь вовсе. Цитата. Страшное дело. Ситильян Златовуст обращает внимание. Если бы ты никогда не лгал, тогда и не нужна была бы клятва. Ефрем Сирин в своем предсмертном завещании писал, цитата. «Я, Ефрем, умираю и пишу завещание, клянусь снисходившему на гору Синайскому и вещавшему из камня, клянусь устами возопившего Элаи и приведшим через то встодрогание всю тварь, клянусь тем, кто продал был Иуда и Биен в Иерусалиме, клянусь могуществом заушения полонитам, что не отделялся я от церкви». Конец цитаты. То есть видим, что и отцы церкви не приняли это, но в определенных моментах. И соборы, например, тоже утверждались, вселенские соборы утверждались клятвами для того, чтобы удостоверить, что все люди будут верны. Но попусту, вот о чем говорит Христос, клятся не стоит. И мы читаем Дарья. «Если тебя лично ударят, то ты должен простить. То есть надо прощать личные обиды. Если тебя, сказано, ударят, то прости, подставь и другую. То есть прости обиду. Но если бьют по щекам твою родину, твою мать, церковь, мы не имеем права подставлять щеку своей родины, своей матери, своей церкви». Свидетель Филарет Дроздов так и писал. «Личного врага люби, врага церкви ненавидь, врага отечества бей». «И кто захочет судиться с тобой и взять тебе рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним, одно поприще, иди с ним и два. То есть не отказывай людям ни во в чем. «Просящему, так и утверждают у тебя, занять не отвращайся». «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Очень важная заповедь для сегодняшнего нашего мира. Потому что уже вошла такая поговорка, хочешь поругаться со своими друзьями, дай взаймы и прочие вещи. Но Христос говорит, не отвращайся от того, кто хочет тебя занять. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь брата твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодоворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». Видите, снова «вас, вас». То есть все, что касается тебя, личные свои обиды, прости по молитве отче наш. Як же мы оставляем должником нашим. «Добудите», — тогда обещание дает, «добудите сынами Отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть он говорит о том, что Бог любит всех, и грешников, и те, которые еще вне церкви. Благодать, она тоже проникает туда, призывающая благодать, чтобы призвать в единство в Христе. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Ну, понятно. «Ты мне, я тебе». Здесь торгово-рыночное отношение. Здесь награда никакой. «Ты мне, я тебе». «Не то ли делают и мутари?» «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете?» «Не так же ли поступают и язычники?» «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Так завершается эта глава. Христос призывает нас быть совершенными, как Отец наш небесный. Далее будет у апостола Павла сказано, «Вас должны быть те же чувства, как во Иисусе Христе». Христос настолько хочет, чтобы мы были с Ним, что Сам пришел в этот мир и Сам стал как человек, дабы возвести нас в Царствие Свое, дабы мы стали сынами и дочерьми по благодати Его. Субтитры создавал DimaTorzok